Добраться в прифронтовой Часовьяр сейчас можно лишь по сельхозполям или по единственной разбитой дороге. Город атакуют ежедневно. Дым на горизонте в результате обстрелов российской артиллерии – привычная картина. Спасатели, которые приезжают в населённый пункт, говорят, скорость движения здесь особо не помогает. Главное – пробраться по бездорожью. Здесь дело не в скорости. Проходимость нужна, чтобы проехать там, где, грубо говоря, легковые машины не проедут. А мы проедем там, где танки. В разрушенный российскими атаками город спасатели приезжают почти каждый день. И главная задача – привести людям то, чего в этом населённом пункте уже давно нет. Работа спасателей в фронтовом Часовьяре уже не похожа на то, что было год назад. Они не разбирают завалы и не тушат пожары из-за больших рисков попасть в российские обстрелы. Однако продолжают помогать людям и привозят в город в воду. 20 как раз давно получится. Всё, спасибо, Роман. Помогай. 30-ти градусная температура воздуха – не помеха для местных, чтобы выстоять очередь. С собой берут всё, во что можно набрать воду. Один из спасателей, Георгий Савенко, родом из Бахмута, говорит, те, кто остаётся сейчас в городе, нуждаются в помощи. А вы приезжаете и постоянно одних и тех же людей видите? Да, постоянно одни и те же. И они ждут? Ждут нас, как солнышко через тучки. 2300 литров технической воды, которую привезли спасатели – это капля для истощённого войной города. Местные говорят, на технические нужды семье из трёх человек нужно около 50 литров в день. Поэтому, несмотря на риск оказаться под обстрелом, готовы часами ждать пожарные машины. Все, кто остались здесь, они отдают себе отчёт о том, что может быть в любой момент. Ну а что делать? Да не хотим мы себя такими закалёнными представлять. Ну посмотрите. Вон, дверь, дверь, дверь. Сейчас, если он там разорвётся, думаете, очередь разбежится? Ничего подобного. Кроме отсутствия водоснабжения, в городе нет электричества, газа и мобильной связи. И даже несмотря на это, местные, которые ранее эвакуировались, начали возвращаться. Есть приклады, на жаль. К сожалению, есть примеры возвращения граждан. Разговариваем, объясняем. Тем более, в последнее время усилились обстрелы. В последние две недели существенно и мы это видим. Есть такие, которые возвращаются. Мы объясняем. Вы и сами видите, что не то, что не нужно, а пока что нельзя. В городе фактически не осталось уцелевших домов. Но в часа в яр продолжают приезжать волонтёры и работают коммунальные службы. На данный момент тут остаются жить около тысячи местных жителей. Алена Грамова, Евгений Кармазин. Для телеканала Freedom.